В Люберцах прошла научно-практическая конференция для врачей-онкологов, дерматологов и хирургов. На встречу, посвященную теме диагностики меланомы, пригласили ведущих специалистов со всей Московской области. Подробности в сюжете моих коллег. Успех лечения меланомы, как и любого другого онкологического заболевания, во многом зависит от того, на какой стадии был выявлен недуг. Лаура Коварнукаева убедилась в этом на собственном примере. Девушке удалось победить болезнь благодаря своевременному обращению к врачам. У меня была родинка на бедре. Она была давно-давно, даже не знаю с какого возраста, она начала меняться, расти. Я побежала к терапевту, она меня быстренько направила к дерматологу. Дерматолог посмотрела на маленьком каком-то аппарате и сказала тут подозрение, давайте к онкологу. После операции через несколько дней пришла гистология, мне сказали, что у меня рак. По сути, сейчас я у них, у врачей под наблюдением. То есть я прихожу, показываю себе там свои ротеньки старенькие, если все в порядке, меня направляют на обследование. Приношу результаты, все хорошо и меня отпускают домой. После этого случая Лаура следит за здоровьем еще тщательнее, подробнее изучает болезни и старается уберечь от нее близких. В Центре амбулаторной онкологической помощи, где она стоит на учете, прошла конференция врачей, куда в том числе пригласили и пациентов. Мы сначала хотели организовать мероприятие среди только наших онкологов, провести небольшой обучающий семинар по практическим навыкам использования дерматоскопа, фотофайнера, пригласить пациентов и, соответственно, завершить это таким закреплением практических навыков. Но мы из этого маленького вебинара сделали уже научно-практическую конференцию. Место проведения конференции выбрано не случайно. Люберц – один из первых муниципалитетов, где открылся Центр амбулаторной онкологической помощи. На сегодняшний день он является лидером в области по прикрепленному населению. Особенностью Центра является работа на его базе онкоконсилиума, который в составе онколога, радиотерапевта, химиотерапевта, онколога, нейрохирурга, гематолога определяет оптимальную тактику лечения пациента и коррекцию проводимой терапии. В Центре амбулаторной онкологической помощи стоят на учёте около 8 тысяч человек. У третьих пациентов подтверждённый диагноз или подозрение на меланому. Врачи отмечают, что этому заболеванию больше всего подвержены женщины и обладатели большого количества родинок. Уиза Игязырян, Пётр Пономаренко, Телеканал ЛРТ Субтитры создавал DimaTorzok